Тело — это просто внешнее выражение того, что происходит внутри человека. Расстройство пищевого поведения и принятие тела, и лишний вес — это нестыкующиеся, необязательно стыкующиеся понятия. Были еще кассеты на тот момент, Сиди Кроуфорд. Она, значит, на берегу океана, ветер развивает ее волосы, она бесконечно красивая. Я, значит, в шерстяной кофте, типа там в пленке, естественно, что вот такие были методы. Я просто чувствовала несоответствие того, какая я внутри, и той, которой я снаружи. У меня есть детки, у меня там есть муж, или я справляюсь одна, у меня все прекрасно, но на жизнь, говоря нашим языком, у меня не стоит. Это как, знаете, психологическая травма. Из нее можно сделать проблему всей жизни, и она будет как такой рыбовладелец над тобой давлеть, а можно перевернуть свой ресурс. Мы все любим вкусненько кушать, заниматься любовью, получать оргазмы, отдыхать, но душа, она приходит за опытом. Мне кажется, в этом же целая история, такая красота. И наши тела рассказывают эти истории во всех наших шрамиках, растяжечках, я не знаю, неидеальностях. Но из того, что я за вами наблюдаю, скорее всего, истероидный эмотив с шизоидным включением. Что цель вашего существования, ну, как бы мне так видится, это проэмотивность. Здравствуйте, друзья! Что хочет наше тело? Вопрос серьезнее, чем мы можем себе предположить. Наша современная жизнь не оставляет нашему телу ни удовольствий, ни свободы. Нам только кажется, что мы их получаем. На самом деле это иллюзии, так говорят специалисты. А что же делать? Можем мы что-то изменить? Я сегодня встречаюсь с Натальей Щермининой, чтобы об этом поговорить. У нее есть ответы. Наталья, здравствуйте! Добрый день, Яна! Вы занимаетесь психосоматикой телесности, и в том числе, да, и в том числе вопросами питания, взаимоотношениями с едой, сексуальностью. И вот мне очень интересно, вот в наш век уже и, и, можно сказать, как изменилось наше восприятие собственной телесности? Ну, наверное, пункт номер один — это то, что человек вообще живет в отрыве от своего тела. Как правило, из детства, тут не открою Америку, есть эта история. Мам, я наелась. Нет, ты не наелась, тарелка еще не пустая. Давай ешь. И, соответственно, какую стратегию человек вырабатывает, абсолютно неосознаваемо, не прилагая к этому усилий, о том, что мое тело подает мне неправильные сигналы. Как у нас выстраивается вообще по классике телесность? Вот есть маленькая девочка, маленький мальчик, неважно, и мы смотрим либо на своих мам и папу чаще, или мы в психологии используем термин на значимого взрослого. Иногда это бабушка, иногда это учительница, может быть. И мы делаем вывод, какой должна быть женщина. То есть вот 5-6-7 лет, вот этот ранний такой дошкольный период, когда мы смотрим, понимаем, ага, вот женщина, она должна быть такая. И тоже делаем определенные выводы. Но тут тоже, знаете, не все так плоско и однозначно, потому что есть люди, которые Ctrl-C, Ctrl-V. То есть я видела вот свою маму такую, и я становлюсь такой женщиной. А есть история, я никогда не буду такой же, как моя мама. И это, на самом деле, тоже очень тяжело жить, потому что каждое свое действие неосознаваемо ты сравниваешь. А мама бы сделал так или нет, и делаешь вот это типа назло. И получается история «Назло бабушки отморозил уши». А где же в этом я? И на это уходит очень много времени, энергии жизни, лет жизни. Да, да, да. Если мы вернемся к телесности, вот то, о чем вы сейчас сказали, такой образ взрослого, как это связано с телесностью, с пониманием желаний своего тела? Ну вот Фрейд, он, конечно, такая спорная, может быть, личность, но у него, правда, есть много классных мыслей, которые, в общем, для нас, современных экспертов в области психологии, служат очень классной ступенькой. Он делил инстинкты, что у нас есть эрос и тонатос, то есть типа мы либо разрушаемся, стремимся к разрушению, либо вот входим в этот эрос, а там очень много, там очень много протела, там очень много вот этого звона, да. Не хватает, наверное, даже слов, чтобы выразить вот эту чувственность, всё, потому что это такое некое шампанское, да, внутри, пузырьки, вот это вот дерзость, да, что... Драйв такой, да, мне очень интересно жить, что-то вот прям вот такая приятная суета внутренняя. Знаете, как я люблю говорить, секс с жизнью, это очень важно, да? Да, 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 и так мало людей им занимается с жизнью, да, очень мало людей. И вот замечательно, что вы вспомнили, да, эту метафору, потому что вообще с сексуальностью люди, как правило, считают, сексуальность, она живёт внутри секса. То есть если есть секс конкретный, то вот она, есть сексуальность. Или очень часто женщина перекладывает свою сексуальность в мужчину. Ну, то есть, я извиняюсь, когда бытовым языком, ой, у него на меня стоит, значит, я сексуальная. А когда он не пристаёт, не знаю, у нас нет никакого акта, как будто бы этой сексуальности нет. Хотя сексуальная энергия, я в этом абсолютно убеждена, и мне ни разу ещё этот вывод пока не подвёл в жизни, что это энергия первичная, и её можно направлять в разные источники. И вот эта сексуальная энергия, это вот тот драйв, это то шампанское. Из него можно родить не только, не знаю, бурный какой-то, красивый или спокойный, неважно, да, именно акт любви между там двумя партнёрами, а это история, когда вот это возбуждение в какой-то проект, в какую-то идею решится наконец-таки написать тому, кому там стеснялся, боялся что-то написать. Это очень, почему Фрейда я вспомнила, это очень проэрос в трактовке вот этой жизненности в целом. Колоссальное же количество людей, они и к нам, к психологам приходят, и к эндокринологам. Вот это вот, это один и тот же человечек такой портрет, который к нам приходят люди, которые абсолютно в блёклости. То есть как эндокринолог, он смотрит анализы, там определённые уже идут какие-нибудь протесты с щитовидкой, там с ТТГ, ну вот такая классика вот этих анализов. А что у вас там с либидо, какой либидо, вы о чём? Я тут мать, мне вообще это уже сколько лет, это уже не положено даже этим заниматься, что ты меня за такие вопросы спрашиваете. И то же самое приходит, да, и к нам, к психологам, да, и говорят о том, что, вы знаете, у меня, в принципе, очень социально правильная жизнь. Да, у меня есть детки, у меня там есть муж, или я справляюсь одна, у меня всё прекрасно, но на жизнь, говоря, да, нашим языком, у меня не стоит. А мне неинтересно. Оно вроде всё есть, но оно всё очень серое, да. И вот этот контакт с сексуальностью своей, то есть для меня это выходящая вообще за рамки постели история, и там, да, очень много про тело. И, конечно же, наше тело с нами говорит. Знаете, мне когда спрашивают, а вы вот похудательный психолог, или что-то ещё умеете? У меня так немножко, мне кажется, глаз уже дёргается на это. Потому что, мне кажется, сейчас побери, подождите, тело — это просто внешнее выражение того, что происходит внутри человека. Психологи не работают с тем, чтобы давай мы из всех сделаем армию идеальных людей. У нас есть трафаретик 90-60-90, и мы сейчас будем всех впихивать. Мы же все чувствуем это на уровне какого-то феромона, это то, что нельзя обозначить запахом, но мы видим эту женщину, она может быть и 48-го, и 52-го, какого угодно размера, но она, блин, живая. Ты просто сидишь рядом с этой женщиной, и, я не знаю, тебе кайфово просто одним воздухом с ней дышать. Вот настолько она классная. И это про что? Это как раз-таки про контакт с своей телесностью. Внутри неё есть и сексуальность, внутри неё есть уже сепарация точно от этих образов мам, пап и так далее. Есть точно понимание, чего хочу именно я. Что вы имеете в виду? У нас у всех разная нервная система. Есть лоббильная, ригидная, ну, проще говоря, более подвижная нервная система. Есть там женщины, которые, ну, и мужчины тоже быстро вспыхивают. Да, вот они говорят, я вспыльчивый человек. А кто-то такой, а что пыли-то? Я вот, ну, это разная нервная система. И это то, что складывается эмбрионально. Да, это то, что как раз-таки, когда появляются дети, это всегда, ну, кот в мешке. Это же тоже катастрофическая ошибка. Я родил маленькую себя. И вот меня мама на танцы не доводила. Я сейчас буду водить. И мне не важно, что ты не хочешь. На самом деле хочешь. Потому что я не вижу, что это вообще другой человек. Это же маленькая я. И когда мы понимаем, что и у нас дети, это люди с разной, с другой нервной системой. Наши мужья, наши друзья. И я, главное, начинаю слышать себя. Вот здесь я вижу, что у людей рождается очень много, знаете. А что, так можно было? Ой, можно это выдохнуть? Я занимаюсь профайлингом характерологическим. То есть это вот в быту у нас. Есть тип личности, который называется истероидный. То есть не нужно здесь натягивать что-то про истеричность. Не равно истерике. Нет, нет. Типология базируется на сочетании разных параметров нервной системы. Что это? Темперамент, потребности эмоциональные. Да, это эмоциональные потребности, это ценности. Это то, что действительно является моей пищей. А вот меня часто представляют как эксперты именно с расстройством пищевого поведения. Вот очень важно каждому человеку понимать, в чём моя пища. В буквальном смысле пища? Или то, что дают тебе эмоциональный голос? То, что для меня пища не только физическая еда. Да, потому что давайте здесь вспомним состояние. Вот мы про тело, про сексуальность. Вспомните состояние влюблённости. Вы окрылённая, вы просто птичка, порхаете и вообще. Или то же самое, когда какой-то проект, например, вы делаете, и вы увлечены. Господи, какая еда, я ела, ну где-то там вот что-то такое было. И мы эту влюблённость опять перекладываем на партнёра. Вот что-то должно такое прийти, чтобы в нас это всё взбудоражилось, и только тогда мы можем испытать какие-то чувства. А про секс с жизнью, это же вот постоянное состояние с жизнью. И вот есть тип личности, они называются демонстративные. Это люди, у которых их ключевая пища — это внимание. У них вся нервная система простроена на том, что... Любуйтесь меня, смотрите на меня. Там есть в типологии очень важное обоснование, что социально — это тоже важная часть. Каждый тип личности он выполняет свою роль. И один человек — это не одна тип личность. То есть нельзя поставить штамп типа так, ты демонстратив, всё, до свидания. Человек — это коктейль. У тебя побольше вот этого, есть что-то вот здесь, вот здесь. И создаётся такой уникальный портрет человека, и когда он его осознаёт, у него появляется мануал как себе. Ручное управление. Да, да, всё инструкция. И эту инструкцию можно сначала и с собой сидеть, типа, вау, действительно, вот это мне даёт ресурс. А я-то, ну, как бы на уровне знания просто, да, не было этого понимания. И вот демонстративные люди, им важно быть в экстраверсии, им важно что-то общаться, какая-то движуха туда-сюда. И вот представляете, рождается такая девочка, и она такая, я стишок, я, значит, на стульчик. Но она ей говорит, сиди, не звезди вообще, это всё не положено и так далее. Насколько сильно это повлияет вообще на её телесность? Очень сильно. Тем более демонстративные тип личности — это люди, у которых просто сексуальность — это их пища. И желательно, чтобы это было, да, восхищайся мной. А ещё какая? А давай на камеру это всё снимем? Ой, вообще вот. То есть это вот такие, ну, как бы, и это их еда. И когда эти люди вырастают в парадигме запретов и с возрастом не выходят из неё, естественно, они начинают... Иногда тело с нами работает как, что называется, чистая психосоматика. Когда у человека нет расстройства пищевого поведения, он не заедает эмоции, он не ведом к какими-то внешними стимулами, что булочкой запахло, он не сидит на диете, он действительно очень здраво питается. Но как бы тело в состоянии, которое, ну, как бы, он мне некомфортно внутри своё тело, да, и обзаточение. То есть выглядеть всё это нездоровым. Это может быть лишний вес при таком питании. Да, да. То есть нет вот этого баланса, да, внутреннего. Да, да. И когда как раз мы психологически выходим, например, мы понимаем, что у нас ядро демонстративное, и чего-то на самом деле хотелось. Человек там, не знаю, хочет идти там блогером, ведущим, но ему нужно быть на виду, да, то есть вот у него как бы это важно. И вдруг такой человек говорит, это магия, а что-то я перестала тут есть. А это магия, я почему-то таю. Да, потому что ты как раз, вот у тебя мануалка с собой появляется. Ты понимаешь, через какие механизмы тебе взаимодействуют с миром, ты получаешь этот фундаментальнейший ответ. Кто я и зачем я есть? И вот он у тебя рождается. А сколько вообще таких? Восемь. Восемь. И вот мы с вами говорили про проявленность. Для демонстративного типа личности вот эта история проявленности, она очень актуальна. Но это один тип личности только. У нас есть другие, которым это проявленность, но она только в стресс впадает. И самое главное, им везде говорят, из каждого утюга, давай, проявляйся, проявляйся, проявляйся. Они стараются, у них не получается, потому что настолько... Знаете, у демонстративов ещё есть такая вот... Ну, их можно описать словами, типа, ну, вот, ну, свистит, ну, как красиво. Ну, вот просто не оторваться. Ерунду какую-то метёт. То есть вот демонстративный тип личности, получается, этот человек, он не будет переедать, у него не будет этого желания, если он получает своё ядро, он получает это внимание со стороны, восхищение со стороны, он получает вот эту эстетику, комплименты, я в центре внимания, я вот эта вот история. Всё, как бы ты включаешь, кажется, такую простую вещь, но ты замечаешь, что ты начинаешь меньше есть. А противоположность демонстратива? Она не то, что противоположность, ну, в каких-то аспектах. Вот есть тип личности, который называется эмотивный. И это история, когда мне всегда другой, интереснее и важнее. Это то, что невозможно воспитать, да. Я просто так создана, это вот история с детства. А ты как? А тебе не жарко? А всё нормально? А всё точно нравится? Слушай, а детки как у тебя? А муж как? А ты себя как чувствуешь? Ой, а дождик сейчас идёт. А ты, а ты, а ты? Узнаёте себя? Да. Как это может повлиять на отрицательное, особенно отрицательное? Как это может повлиять на отношение с едой и сексуальностью? Эмотивность. И телесностью вообще. Эмотивность, когда она сильна в характере, как образ, да, если мы будем рисовать, то есть если у нас вот первый демонстративный, это вот что-то такое в перьях, да, на-на-на, балинсиага, балинсиага, бренды вообще обожают, и боди желают, чтобы всё было видно, видели вот это вот всё моё, то эмотивный — это вот образ такого, знаете, детского врача или психолога, да, когда я очень много внимания уделяю чувствам, и я уделяю другим людям. И здесь просто велика вероятность попасть в манипуляцию, да, от других людей, которые такие, ты говоришь на тебе, можно поехать? Давай, я сейчас ещё позову тут команду, и мы на тебе все дружно, весело, да, вместе уедем. Или это история опять, когда такой ребёнок рождается в семье, и там не принято говорить про чувства, там не принято говорить про эмоции, там не принято их проявлять, да, то есть человек, он приучается, научается искусственно всю эту историю в себе подавлять, и постоянно же пребывает в этом внутреннем конфликте какой-то ненормальный. Вот мама у меня нормальная, серьёзная женщина, тратит, а я что? Там, наверное, когда человек для себя что-то делает, это чувство вины. Да, может быть такое, конечно, да-да-да, я чувствую вины, оно же за собой, вина, она часто ходит вместе со стыдом, да, потому что вина — это про такой контакт с собой, стыд у него всегда есть свидетель, да, я себя там не так проявил, сам не так проявил. И в целом это недавание себе вот этой пищи, понимаете, ну, на поболташке. Ну, то есть вот эмотив в профессии психолога, когда у него в день есть, там, не знаю, пять человек клиентов, они приходят, и вот на него это всё выливают. Для него это есть... Это окей, да. Для него это классно. Да, то есть такой человек, он может даже сидеть и горячо все в супервизии гоняйте. Ну, супервизия — это, соответственно, профилактика для психолога обсуждать какие-то кейсы с более старшим наставником. А эмотив, он может сказать, ну, раз вместе я приду, а зачем мне больше? А как это проявляется негативно в отношениях с едой, например? Это лишний вес или, наоборот, недостаток? Ну, здесь опять нельзя однозначно, если честно, естественно сказать. Мир и человек гораздо более многогранен, чтобы вот под что-то прям лупить. Но это, например, человек, когда он берёт на себя больше, да, от других, чем он может вообще вывести. Он начинает забивать полностью на себя. То есть это история, когда я отдаюсь профессии, я отдаюсь семье и так далее, не обращая внимания на себя, в том числе еда. Ну, что-то я в себя закинул, и пускай это будет, не знаю, шаурма, ещё что-то. Дело десятое. У меня ж тут Валентина пришла, у неё развод. Ну, там, а я в себя орехов, там, ну, не знаю, с газировкой запил, что-то такое. Потому что вот тело, оно становится чем-то вторичным, и уходит вот этот контакт со собственной вот этой телесностью, потому что сильно фокус внимания в чувства, сильно туда уходит. И там очень много сопереживания, переживания. Вот тут котики голодают, собачки выброшенные. А что моё тело? Это так, скафандр для моей чудесной души. И вот это вот потребительское рождается отношение к телу, и за счёт этого, естественно, оно начинает в целом хереть. У кого-то это провес, а у кого-то не включается провес, да, но вот эта общая дряблость, неухоженность, это, безусловно, история того, когда ты и эмотивно, то есть с большой любовью и добротой не забываешь относиться к себе, ты всегда помнишь, что да, ты для людей, ты себя окружаешь этими людьми в идеале, но это, правда, идеальный вариант, когда твоя профессия с этим сопряжена. Я это точно ощущаю, потому что я понимаю, что моё состояние является ресурсом и для меня, и для того, что я делаю в итоге. Поэтому, например, взаимоотношения с едой, да, еда для меня очень важная составляющая, эмоциональная, и мне надо, чтобы здесь всё было классно, потому что это ресурс, это не антидепрессанты, это ресурс. Да, да. И видите, вы тоже важную вещь сказали про, она такая коррелирует с историей, быть к себе добрее, да, это уметь, получается, и заботиться о себе, и баловать себя, потому что забота — это доведение до базового уровня нормальности моей. Балование — это давать себе чуть больше, и позволение, да, потому что у нас балование, оно очень часто негативное что-то, и сбалованный ребёнок, баловень судьбы, хотя это классно. Ну, то есть, да, вот мы с вами сидим сейчас в студии... Это так сексуально, я бы так сказала, если говорить о жизни опять, в этом аспекте. Да, да, там очень много энергии. Да, да, да. Очень много этого... Эротизм какой-то есть в жизни. Да, 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 да. И вот так вот относиться к себе к каждому типу личности. И воспринимать свои особенности, да, что вот у меня такой-то тип личности не как балование, да, а как забота, доведение до уровня нормы. И только потом уже, может быть, да, вот это подключение к какой-то этой вот, ну, побаловаться. То есть для эмотивного типа важно, важно, чтобы эта забота была о себе. Да, да, да. То есть заботиться о своём питании, там и так далее, о своей форме. Да, да, то есть вот этот диалог внутренний вести, да, с собой, типа, Яночка, привет, а ты сегодня как? А ты сегодня что хочешь, дорогая? А мы сегодня как хотим одеться? А ты сегодня что чувствуешь? Что чувствуешь, не хочешь намассажить? А давай не пойдём, давай отменим. Есть такой тип личности, называется сложным словом эпилептоид. Не имеет никакого отношения ни к эпилепсии, ничего. Я то есть в целом советую не цепляться к этому. И это как раз, знаете, такой архетип правителя. Это человек-система. У него нервная система на самом деле устроена так, что он немножечко людей, грубо говоря, недолюбливает. Потому что не пойми, что от них ожидать. Поэтому чем более всё структурно, системно и мне подконтрольно, тем более мне жизнь понятна и безопасна. Это люди, знаете, это киборги такие, которые у неё, не знаю, и трое детей, и бизнес построен. И тут сеть магазинов, я не знаю. И вот она такая, как раз те женщины, они вот состоят во всех клубах, да, Атланты, там вот это вот всё. И их ключевая боль, а где мне такого мужчины найти? Да, и вот возвращаясь к теме, кто мне закроет эту безопасность? Но они часто мерят, есть этот баг мышления по деньгам, например, да, по какой-то статусности, там, медийности. А там про какую-то другую безопасность. Там условно, что это будет лапушка, которая, не знаю, всех моих детей, вот он возьмёт, их там будет развлекать. И всё будет окей, когда мы выходим из парадигмы, что мужчина должен зарабатывать больше. Так это уже бывает. Я вот сразу вспоминаю каких-то своих знакомых, да, это здорово. Вот, он закрывает вот эту её безопасность. И оттуда рождаются её пузырьки. У меня условно там дети, там от прошлого брака, всё, они не брошенки, они с ним, они его так любят. Пузырьки мои пошли, пузырьки, пузырьки. Да, и как бы всё, мы пошли по этой спирали, которая в итоге приводит к этому единству. Потому что когда ты в единстве с собой, ты можешь выдержать в этой близости вот единство другого человека, его целостность. И вот эти вот долгие отношения, моё такое видение, да, когда я наблюдаю пары, которые 20-30 лет вместе, ты видишь, что у них нет никакой фальши. Вот эта, да, моя любимая жена, мой любимый мужик. А когда ты видишь, они широчек вообще с маширочкой, они прям... И там есть вот как раз-таки там, вот у этих людей мы должны учиться вот тому самому истинному принятию и контакту с собой. Потому что вот это лакмусовая бумажка. Им нужен рядом человек одновременно, от которого тоже пахнет властью, иначе они её будут принижать всё время. Ну а им нужно что-то противоположное их структуре обязательно, да, для того, чтобы как бы контакт воссоздался. Но это как раз те люди, которым диета вообще нормальна. То есть они условно могут смотреть наше интервью и не понимать, что здесь сложного. Тебе дали инструкцию, это ешь, это не ешь. Вот эти БАДы пей, ты не пей. Терапию у тебя раз в неделю, именно по четвергам. Всё. Ну то есть они вот смотрят, люди говорят, дураки что ли, вам выдали инструкцию, что непонятного. То есть у них вообще с мотивацией всё хорошо, она у них просто есть. У них это люди, которые, знаете, вот, например, с едой даже, они могут воспринимать, как я биологическая машина. Вот, то есть у них эта история может быть. Конечно, это люди, у которых тоже могут быть травмы, они могут что-то заедать и так далее. Но когда мы убираем из травм, то есть это вот, ну, как бы это машина, это система порядок, это правители, это войны. И это в основном, знаете, те люди, которые... Я вот тоже так, ну, условно делю людей, что есть люди одуваны, которые такие, «Ещё бетон, и я стану сильнее, ну, я пробью, да, ещё». А есть люди розы, которые, понимаете, не там подуло, и всё, он скатился в депрессию, надо вот это прям под куполом, да, как маленький принц холил, лелеял свою розу. Вот такие же люди есть. И вот люди с эпилептоидным ядром характера, это одуваны, ещё бетона, больше, толще слой. То есть они прям пробиванные, вот такие мощные структурщики. Соответственно, это история, когда я максимально... Моя пища — это создание структур, как бы контролирующей какой-то системы. То есть опять человек замечает, когда я это выстраиваю, и ещё когда это в позитив, потому что очень часто эпилептоид — это вообще распространённая тепличности. И часто такие мамы, у них много детей, три-четыре ребёнка, но они делают такую тюрьму условно, знаете. Ты пошёл на рисование. Ну, мамочка, я люблю музыку. Я тебе скажу, что ты любишь. Ты любишь что-то, потому что я заплатила. Мне это удобно по графику. Пшёл. Разрушает отношения. Поэтому очень хорошо, когда у этих женщин есть какой-то бизнес. Они тогда чуть как бы удавочку с детей, с мужей снимают, и как бы она бизнес, как бы эту историю перенаправляют. Есть такой прекрасный тип личности, которая называется паранояльный. Он не имеет отношения к паранойи, как бы фиксируемся. Это политики. Я вот вспоминаю всегда Маргарет Тэтчер, потому что у неё, значит, дети-близнецы. И она даже говорила, у меня, видим, или двойняшки, двойняшки, у меня двойняшки, чтобы просто второй раз в декрет не выходить. То есть быстрее с этим всем разделаться. Это люди идейные. То есть это вот есть идея, и эти люди, они ей погружены просто вот. Это их жизнь, это их питание. Лиши этого человека идеи, лиши вот это, это истинные лидеры, за ними хочется идти. Знаете, есть же такой классный постулат вообще в любой работе. Делай то, что тебе даётся легко, но делай это изо всех сил. В любом случае, даже как какое-то хобби, что-то такое, потому что это всегда про управление массами. Вот для них это большая их еда, их пища. Попробуйте такого человека, например, опять-таки, такую женщину засадить в декрет. Ну то есть, либо она сломает жизнь этому ребёнку, потому что она превратит всю его жизнь в идею. То есть она будет эту трёхлетку сидеть и вот так говорить, понимаешь, каток, это вся твоя жизнь. Я не хочу, мама, мне больно. Она ты-то-то-то-то-то, да, вот это вот всё. Ну, либо она просто начнёт, ну, как бы, как любые люди, уход деструктив. Они спиваются, это запрещёнка, это анорексия, да, как бы человек, который с этим работает и работая в паре с психиатрами и с неврологами. То есть это такое приемлемое убивание себя постепенно. Эта история, как я всегда говорю, что тело, оно, конечно же, приходит за удовольствие. Мы все любим вкусненько кушать, заниматься любовью, получать оргазмы, отдыхать, но душа, она приходит за опытом. А базовый посылат, опять-таки, психологии, что психика развивается через фрустрацию, то есть только через какие-то преграды, у каждого они свои, да, для человека розы это ветерок, подул не по тем углам, там, для дувана это бетон, но только так мы развиваемся, только так мы становимся объёмнее, мощнее, внутренне. Если опять мы протянем здесь нить взаимосвязи, да, психологического типажа такого и отношения с едой. Часто люди, когда худеют, они себе рисуют такую картинку, в основном это выглядит как, ну вот моя точка А, так называемая, ну и здесь я вот такая, какая-то неказистая, в общем, а там есть некий пьедестал, точка Б, и там я классная, худая, богатая, сексуальная, ещё какая-то, а дальше ничего. И вот психика, она тогда не пускает в этот процесс, потому что для психики это смерть. Типа мы с твоей подругой худеем, а дальше что? Нет, я так не согласна. И поэтому будут вот эти внутренние какие-то препоны, и вроде человек понимает, вроде я питаюсь, и то, и сё, и не знаю, и гормоны сдал, и узи щитовидки, не знаю, сделал, вроде всё нормально, а никак. А потому что есть вот эта мания, да, простроенная на том, что вот только там, а дальше что вообще не важно. И вот идейным людям, им всегда вот, ну как бы важна эта история, ну грубо говоря, да, я когда, значит, постронею, меня легче, мне ещё легче охватить аудиторию там женщин, не знаю, молодых мам, потому что я буду для них. И вот тут и светлую мысль, порнологию словно вообще, я до них донесу, и они за этим пойдут. Интересно, да. То есть дальше цель прочертить дальше, ответить на вопрос, зачем, да? Да, да, да. И несколько раз может ответить. А, конечно, это всё продлевается, продлевается и продлевается. И вот для них главный маркёр, когда меня перестал сам процесс стройности драйвить вот эту вот историю, давай, да, зачем я это делаю? И, конечно, себя самого очень важно, когда человек чувствует, да, это про меня, погружать в этот жизненный контекст, создавать эти условия с полным пониманием, что это только дети, структуры берущие, да, как бы, ну, это всё прекрасно, но энергия дети, мы к ним отдаём, отдаём. Когда ты вырастаешь, человек взрослый, никто тебе не обязан ничего создавать. на ты постепенно создаёшь этот контекст своей жизни, когда можешь свою суть проявить, своё вот это ядро, что мне нужно, вот что-то, понимаете, идейные — это люди, которые перевернуть как-то отрасль, как-то по-другому начать вести. Вот это вот про какие-то вот такие глобальные перевороты идеи, это очень масштабные люди, вот масштаб — это их слово, и им важно находиться в этом масштабе. Иначе, конечно же, мы почему уходим в еду, почему всегда мы заедаем? Потому что, когда мы погружаем еду в желудок, что на уровне клиники просто кровушка туда приходит, да, соответственно, от головы и так далее отходит. Мы чувствуем вот это ощущение, ну, расслабленности, да, у нас как бы активируется такая парасимпатическая, это называется, нервная система. Почему мы когда поедим, хочется полежать? Это же нормальная, на самом-то деле, реакция, вот, что как бы поспокойнее становится. А представляете, какой там уровень внутренней тревоги, когда изнутри тебя что-то пробивается, что я же нечто большее. А как мне это донести? А у меня куча загонов в голове. Я не такая, я не сякая, мне это не дано. У меня глаза широко посажены, там, я не знаю. Ну, как бы люди, если придумают разные сценарии, вот, поэтому им очень важно с идеей подходить к вопросу встроенности в целом. есть, значит, про эмотивов мы с вами поговорили, есть такой тип личности, который называется гипертимные тип личности. Это человек-праздник. То есть, знаете, если говорить про какие-то социальные роли, там, один вот он что-то двигает идею, другой, я тут наведу, я эту идею словно продаю. Третий, как твои дела? А вот нужен тот человек, который такой, ребят, давайте просто отожжём. Наливай, где цыгане? Выходите, давайте спляжем, чтобы было недушно, чтобы было легко. Этим людям сложнее всего даётся история в стройность. И, если честно, мы часто с ними приходим больше не столько к стройности, вот к тем там, к тому заветному 42-му размеру одежды, сколько мы приходим именно к принятию, вот, ну, к своей вот этой телесности, потому что они прямо на уровне тела, как правило, чуть более кругленькие, потому что у них ядро на потусить. Для них, понимаете, вот эта просека, где моя просека... За компанию, как всем присоединиться. Да, и для них бесполезно работать и рассматривать именно как расстройство пищевого поведения, вот это за компанию. Для них бесполезно, ну, потому что, ну, они из этого состоят, они человек-праздник, им хочется кутить, этот кутёж, он всегда связан вкусненько покушать, ну, прослабиться, прослабиться, ну, что-то лёгкое такое, понимаете, эти люди, вот, они сами собой часто вот кругленькие такие. Это, наверное, ваши такие, да? Таких пациентов, наверное, много, потому что им сложно действительно отказаться от каких-то вот таких удовольствий телесных, потому что они проедут. Самое сложное для них признать свою окейность в этом состоянии, потому что, естественно, весь мир им говорит, давай трудись. Да. В смысле, что ты тут? Развлекаться только хочешь? Какие тебе развлекушки? Иди, любой успех достигается, значит, трудом и тролли-вали. А они идеальные, это идеальный тамада, вот образ, да, тамады, вот покутить, потусить, добавить этой лёгкости. И это, знаете, это золотые люди, потому что от них, вот когда ты общаешься, ты считываешь, во-первых, это идеальное чувство юмора, ну, воспитанность, интеллект тоже сильно влияет на чувство юмора, но у них оно, правда, врождённое. И с ними всегда, вот ты славливаешь эту историю, что действительно можно выбраться из любой прям ямы жизни. Вот всегда вот-вот. А мне оптимистичны. Они очень оптимистичны, они очень экстравертные, что-то потусить, да ладно, да чё ты. Значит, у них сложности возникают именно с принятием, не столько с похудением, даже скорее не их цель, а с принятием своей телесности, и что всё окей. Но прийти, то есть я чувствую, как наверняка у наших зрителей, зрительница, нет, как так, нет, мне именно нужно худеть. Но, безусловно, я не бог, да, чтобы говорить тебе так, ты встань и иди, а ты, значит, сиди и не болтай. Но просто по классике, по статистике мы скорее приходим именно к состоянию, что дороже, да, вот эта история счастья твоего или то, что ты как, условно, там, Кейт Мост, да, у тебя вот такой-то размер одежды. И я даже, знаете, расскажу, пришёл в голову случай, который хорошо, наверное, подчёркивает эту историю. Это было лет шесть уже назад. Мы работали в паре с психиатром, с девушкой, у неё анорексия. То есть это сильная, да, истощённость уже массы тела. И спонсировала всю эту историю, вообще занималась её родная истра Погодка. Они обе в детстве гимнастки. Мама их отдала в гимнастику, там определённые свои жёсткие условия. Они обе не добились никаких там, что называется, успехов в гимнастике. Но при этом у одной получается пограничное расстройство личности, да, и, соответственно, анорексия. И мы с этим вот работаем. А у другой нормальная жизнь, да, она не стала звездой гимнастики. У неё не, она не в каком-то модельном теле. То есть у неё не то, что какой-то там есть излишний вид. У неё обычный человеческий там, МКЛ-ка, я не знаю, условная. И вот у нас случился дропов. Дропов — это когда резко клиент выходит из терапии и говорит, всё, мне не надо. Ну, типа, и всё. То есть процесс не закончился. И мы когда встречались с, собственно, с сестрой, чтобы как бы обсудить вот эту всю историю, она говорит, естественно, я не могу никак на неё повлиять. И то есть мы проделали тоже большую работу по разрешению человеку, да, жить его жизнью. И вот она говорит, вы знаете, я вообще за весь вот наш процесс поняла очень простую вещь. Почему я не скатилась? Почему я не на её месте? Почему у меня получилось отношения построить? Вот у меня там двое детей. Она говорит, мне кажется, я просто во все периоды вообще нашего детства и так далее была чуть более к себе добра. Чуть более к себе добра. Эта история, да, позволит себе, что я человек-праздник. Это войти вот в контакт с вот этой частью с собой, что да, то, что я хочу, чтобы всё в жизни было легко, это как бы, это нормально, да, это окей. И просто для гипертимов, но это, понимаете, огромное количество энергии иногда им требуется, чтобы заткнуть то, что они в себе считают плохим, да, вот заткнуть себя и не быть такими, какие они есть. То есть это состояние праздника, и они причём, когда будут себе позволять и создавать такой жизненный ряд и контекст, они будут замечать, что они как раз-таки не будут в этот момент переедать и перебухивать. У них всё случается. Вот они запрещают себе, а потом это выстреливает. Это запрещают, потом полторта, сразу три бутылки, да, и я никакой. А когда вот это всё есть в жизни как флёр, и никто, ну, конечно же, как это сказать, никто не обещал, что это будет легко, да, когда тоже просыпается эта реакция, вот легко вам, не знаю, говорить, вы сидите, две такие мадамы в кадре, а мы тут у нас там работа и так далее. Ну, то есть я могу отталкиваться, безусловно, только от себя, как бы я абсолютно так же работала и в найме, и перестраивала, да, свою жизнь, понимая, что я с чем-то не могу встречаться. Потому что в первый раз со своей этой шизоидностью, тогда ещё не зная даже про файлинг ничего, я встретилась, когда впервые я оказалась в опенспейсе. Я офигенной была сотрудник, когда у меня был кабинет, когда мне дали тут же пул обязанностей, ну, это был опенспейс, я сыпалась. Ну, то есть я энергетически, я не вывозила. И я перестраивала, да, ну, то есть здесь никуда не денешься. Это вот, как сказать, из уст человека, который рос в тех или иных каких-то для себя адаптивных, в общем, адаптировался условиях и не знал, что такое лишний вес. Просто я не отношусь к этой категории людей, да, там мои 120 были в мои 16. Лично у вас? Вы сейчас про себя говорите? Да, да, лично про себя. Потрясающе. И я все время, знаете, так шутя говорю, что у меня история, как это Бенджамина Баттона, вот, когда он, да, старый и он молодел. Потому что даже сейчас, когда я смотрю свои фотографии, даже когда я там уже похудела, да, там, не знаю, мне там 22 года и сейчас мне там 35 почти, мне кажется, что я сейчас выгляжу лучше, искренне. Ну, то есть, да, естественный живой человек, у меня появляются там какие-то морщинки, еще что-то. Но с точки зрения того, это же по фотографиям видно, насколько, да, мне комфортно внутри этой жизни, какое, не знаю, взаимодействие я с ней в целом проживаю, как эта жизнь устроена. Это не про макияж, ты это никакими стрелками не нарисуешь. Нельзя сказать, что я себя, как сказать, считала некрасивой. То есть, поскольку я как раз-таки за собой не заботилась, у меня нет никаких пластических операций на лице и так далее, но, понятное дело, когда ты себя не заботишься, у тебя стрижка оболваненная, здесь на себя что-то натянул, и в целом твой образ, он становится безобразным, да, то есть, я себя воспринимала так, это какие-то мега разрушенные отношения с родителями, я там в обидах, мне все должны, недолюбили и так далее. Контекст свой жизненный у меня соответствующий, то есть, там, какие-то, ну, нездоровые, да, отношения с друзьями и тому подобное. Полностью убеждена, что, Господи, вообще никакой личной жизни ничего не светит, вообще Бог меня послал далеко и надолго, потому что иначе почему вот это вот все? И я начинала худеть самыми обыкновенными способами, которые были доступны, то есть, ты не ешь, и ты бегаешь. Вот у меня была вот эта история. И я всегда говорю здесь без какой-то излишней, знаете, типа, и только психология меня там изначально спасла. Нет, я тогда не была никак близка с психологией, я за год такой историей действительно похудела со 120 до 90, и мне было очень приятно, потому что я помню вот этот эпизод, когда ты достаешь зимнюю куртку, она тебе, ну, как бы, вот прям еще человек поместится, это приятно. Я помню, я занималась тогда вот активно спортом, значит, были эти еще кассеты на тот момент, Сиди Кроуфорд, она, значит, на берегу океана, ветер развивает ее волосы, она бесконечно красивая, и я, значит, в шерстяной кофте, типа там в пленке, естественно, что вот такие были методы. И вот когда я духудела до этих 90, я сейчас, наверное, пропагандист не худеть такими способами, потому что потом у меня ушло, мне кажется, в принципе, это еще такая, знаете, последние все годы даже за мной тянулась, то есть 10 или сколько это, 15 лет на то, чтобы восстановить желудочно-кишечный тракт, цикл, эта история связана с волосами, эта история, которая связана с кожей, да, со всем на свете. Я пробовала, в общем, разные способы играть колоражем, тренировками и тому подобное, и ничего не работало. И вот это было новое, да, такое, вроде я одного дна оттолкнулась, но это наступило новое дно. Я поняла, что все, значит, точка, это точно надо разбираться с моим мышлением, с тем, как я выстраиваю коммуникацию, с тем, как от меня пахнет. И когда я заходила, и мне давали, знаете, какие-то техники, тоже психологи, о том, что вы должны встать, вот я запомнила, у меня был психолог тогда, как раз в одной из таких клиник, ну, это была разовая консультация, это была девушка, ей там в районе 30, и она, вот что я запомнила, у нее была юбка-карандаш, у нее была точеная, прекраснейшая фигура, на которую, конечно же, я смотрела, вот так вот, и она с вами сидела, говорила, милая, но просто нужно вот раздеться, значит, перед зеркалом, и найти ту часть, вот, на своем теле, которую ты сможешь полюбить. И то есть, я такая, я понимаю, когда ты в сороковом размере, работает это? Конечно же, нет, потому что уровень ненависти, непринятия телесности, сексуальность, как знание, воспринимается только как какой-то импульс на то, что тебя могут хотеть, а тебя не хотят, то есть, это все разбивается. Когда ты не можешь отстроить нормально свои границы, за тебя начинает это делать тело. Я своим телом очень защищалась, то есть, прям такая прямая метафора, что я достаточно сама по себе хрупкая структура, очень ранимая какой-то и критики, и так далее, и я не могла сказать никакое слово, то есть, это тоже синдром хорошей девочки, потому что мне страшно было кого-то обидеть, кого-то задеть, и, соответственно, телом, да, тело помогает наращивать вот эту прям броню. Конечно, понять себя, найти этот ключик, потому что с возрастом тело, мне кажется, вот смотришь на человека, вот он же родился, был юным человеком, парнем или девушкой, как через 20 лет это превратилось в тело, которое так ходит, так действительно пахнет, от него идет вот этот запах нездоровья, даже если мы его не чувствуем вот так, но такое тело больное, какое-то натруженное, загруженное, какой-то действительно резервуар для страхов, для каких-то комплексов, для каких-то неразрешенных ситуаций. Поэтому я, например, очень верю в причины вот на уровне психосоматики, потому что у диет, если не воспринимать диету как ограничение, а как просто принцип, да, определённый, у них, конечно, есть ограничения, особенно для взрослого человека. Мы должны очень хорошо понять себя и быть с собой, в том числе со своей телесностью, в контакте. Да, а мы черственеем, и чем более мы чёрствуем, тем нам кажется, нам безопаснее. Мы черственеем, мы, заметьте, как воспитываем детей, да, я тебе сказала, иди сделай так, потом, ну, на мальчике, например, да, потом у него такая же жена, Андрюша, я тебе сказала, насколько такой мальчик вот на уровне энергии, да, даже когда, мне очень нравится, когда если вот про отношения, да, чуть-чуть нитку такую затронуть, как они выстраиваются, ведь есть же какие-то законы, да, почему одни пары, вот они как пазлики сложились, да, и они держатся, а у кого-то с этим вообще не получается. И вот импульс, который отходит первично от мужчины, это история, что он дарит женщине действительно историю безопасности. Но эта безопасность, она у всех разная, потому что это далеко не для всех это про деньги, вот, и смотри, я там, не знаю, квартиру нам купил, потому что есть женщина, она авантюристка, ей нужна для неё безопасность, чтобы он за неё вписался. Или есть женщина, она понимает, она структура, она система, она власть, ей нужна лёгкость, для неё безопасность жизни, чтобы было лёгкость. И вот появляется он, хоп, хей, ла-ла-лей, то есть это разное. Когда появляется вот это, да, поле безопасности, отношение выходит на следующий виток, и там же женщина может отдавать, и она отдаёт вот этот звон, вот эти вот пузырьки шампанского, там дерзость, да, там, ну, вот этот вот прям интерес, и тяга вот такая, жизнь, что-то творить. Когда у женщины, как бы вот эта история закрыта, да, у нас идёт следующая история, когда начинает отдавать по ходу мужчина, да, и он как раз отдаёт какие-то, ну, материальные, нематериальные блага, потому что вот она моя, и вот как бы, да, я её вот, да, создаю. Потом женщина входит на виток благодарности, да, без благодарности невозможна любовь. И только после этого мы входим в состояние мы, да, вот этой вот пары. И это такой очень, да, ну, как бы красивый путь. До вот этого состояния мы, мы в целом как бы не можем говорить о какой-то вот этой истинной любви, да, потому что вот они, эти мужички, другим словом не скажу, которые они встретились с какими-то трудностями, да, на пути семейной жизни, они почему к экскортницам, к любовницам уходят? Вот туда на второй уровень, пузырьки есть, пузырьки. Безопасность я ей закрою, что ей надо? Йога-студию купить? Держи, лови. Пузырьки мне дай, пузырьки. Потому что только после состояния мы и сама женщина, и мужчина, они для мужчины, женщина становится действительно музой. Но опять, не примитивно, да, что это вот художник, у меня сегодня Наташа муза, завтра я на муза, а потом Константин, вы тоже можете быть моей музой. А, когда это вот, ну, про какую-то такую мудрую систему и породу. Мы не растим так детей изначально, нет этого знания, этому не учат в школе, ни пищевому поведению не учат в школе. У нас весь праздник, это еда, понимаете? Седьмой наш цикл личности, шизоидный. Это люди, которые создают всё новое и гениальное. Вот мы посмотрим гениальных математиков, например, физиков. Мы посмотрим людей, которые нестандартно на что-то в целом смотрят. Их в целом мышление, оно построено таким образом, что дробит какой-то знакомый предмет на части и может из этого создать нечто новое. Этих людей отличает очень любовь к уединению. У них внутри целый космос. В целом, когда у человека, у него может быть ядро не шизоидное, но есть вот эта вот часть. И тогда эти люди, они, кстати, любят вот всякие эзотерические тоже вещи. Но их опять можно любить по-разному. Можно любить заговор, да? Это такой примитивный уровень, выучить стихотворение какое-то. А можно как элемент самопознания, да? Что если что-то есть за рамками нашей биологической жизни? А как это устроено? А как устроен космос? Там тра-та-та-та-та. Есть компонент. Мы всегда говорим, что есть компонент у человека. Есть любовь к вот этому непознанному. И у таких людей, у них внутренний космос. И там есть такая условно опасность уйти в глубокую интроверсию, что мне вообще никто не нужен, потому что у меня есть я. И у меня же столько там внутри всего вообще. Им точно нельзя... Во-первых, это креаторы. Им никакую диету нельзя. То есть они должны придумать её сами. Они должны почувствовать. Это люди, которые будут... Почему, например, опять я говорю о том, что вообще, если примитив такой выходить, идеальное питание – это интуитивное питание. Но невозможно интуитивно питаться, если у тебя есть те или иные расстройства пищевого поведения или прочие загоны. Потому что интуитивно будешь хотеть это заесть баночки мороженого. Но вот именно человек с шизоидным компонентом будет чувствовать так, у меня первая фаза цикла, я вообще не хочу есть. И эти люди будут такие, о, у меня первая фаза цикла, войду-ка я в недельное голодание. Потому что вот и у них там целый космос процессов, они там так, это аутофагия, это мне откроет вообще, у меня есть какая-то задача, я не могу её решить, мне нужно вот получить какой-то больший ресурс, я это получу, вот у меня голодание. Так, а у меня вторая теперь там фаза цикла, я чувствую своё тело. И вот самое главное с этими людьми как раз им не давать структуру никаких вот диет, вот это чувствование тела, чувствование того, что я хочу есть. Это люди, с которыми они какие-то свои собственные механизмы могут разрабатывать. Вот почему-то хоп, и вот сложилось у него там или у неё в ГЛЭС, что нужно именно там литр 680 выпивать. И вот это её система, и она, да, вот как бы ей она нужна. То есть их приглашать к сотворчеству. Да, 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 да. И таким людям обязательно нужно уединение. Им обязательно нужны вот эти истории, когда я сам с собой. Это люди, которых будет убивать, и они могут не понимать, почему мне так плохо, условно я пришёл на праздник, мне там все, мне все рады, всё классно, мы общались на классные темы, я прихожу домой, я на нуле. Я не хочу никого видеть, мне вообще вот в лес как-то, ну, закрыться домик в лесу, это вообще вот... Я не смеюсь, потому что я узнаю себя. Это моё всё. Вот это, да, шизоидный... Есть, присутствует. Я уж не знаю, ядро или нет, но присутствует точно. Если мы говорим про, соответственно, шизоидные, да, тип личности, это история уединения, это максимальная история позволения, это эмоциональной холодности быть, не ругание, да, себя за неё, это постоянная история вот этого креатива. Это 100-500 везде. У вас должны быть в заметках просто. Вот у меня там было 6300, что-то такое заметок, потому что здесь что-то слово, здесь это что-то где-то собрал. Ты вот это творишь, и уединение, обязательно уединение, да, как-то с собой побыть. Это какие-то и эзотерические практики, они вот шизоидом опять-таки хорошо заходят, потому что нестандартное видение мира, космоса и земных, и неземных законов. Но у нас же остался ещё один тип, да, восьмой, что это называется тревожный. Это люди-идеальные риск-менеджеры, да, то есть у них сильная сторона. Проговариваю это, потому что, как правило, люди любят себя относить к кому-то более, ну, типа, знаете, успешному, то, что для них кажется классным. Поэтому в каждом типе есть, ну, в общем, своя сила и мощь. И вот тревожный, это идеальные риск-менеджеры, это как раз-таки люди, которые по инструкции тоже могут худеть и так далее, но у них постоянно, а это точно правильно. А 100% это так работает. Предусмотреть все истории. Это идеальный бухгалтер такой, знаете, аудитор-бухгалтер, то есть это тоже проконтроль. Это как добрый эпилептоид. Вот если тот, про который, да, представлю, такой руководитель, да, это жёсткий, это такой более добренький, более нежненький. И эти люди, им как раз классно выстраивать всю свою жизнь, принимать свою нормальность в том, что они постоянно сомневаются, что они постоянно перестраховываются. У этих людей больший загон в то, что я какая-то ненормальная, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Потом у них есть особенность, им делают комплименты, а они такие, нет-нет-нет, вы что, это не я, я-я, это вообще такая. Я говорю, что это? Им, значит, приходят психологи и говорят, это неправильно, ты должна всё это принимать, ты должна это проработать. И она такая, ладно, я пошла, это проработать. А это невозможно проработать. Это невозможно, это те, это структура, то есть характера. Здесь можно простроить границы, да, и научиться как раз рассказывать о себе, да, давать человеку мануалку, что мне очень приятно, что вы даёте мне эти комплименты. Внутри, что у меня простроены эти опоры, я действительно знаю, что я классная, но мне не очень комфортно, когда, ну, как-то меня нахваливают. И как это связано с едой тогда, с поведением? У меня всё время есть. Господи, эндокринолог говорит, нужно, значит, пить этот бат. Так, подождите, но вот этот, значит, говорит, что вот этот не нужно, этот бат с этим спорит. Боже мой, что мне с этим всем делать? Вот, да, вот эти... С ними сложно работать, да? Потому что они как бы... Им очень с ними становится просто работать, когда их сдруживаешь. То есть первый пункт — это вообще не про еду, не про какие-то самооценки, а просто сдружить, когда мы фигуру неуверенности делаем подружкой. Вот как интересно. Да, да. То есть она всё как бы... Она моя сила. Мы вот с ней прям опора, и мы с ней идём в это прекрасное наше будущее. Вот прям это же идеальный тоже инструмент в нашей работе, когда мы приучаем человека к тому, что не в целом он не окейный каких-то, а есть субличности. У меня есть внутренний ребёнок, родитель, а ещё у меня есть и моя внутренняя тревожность, да, и так далее. Сейчас же вот замечательный вышел мультик, у меня его ребёнок с детства смотрит, сейчас уже вторую часть вот смотрит, «Головоломка». Вторая часть вышла прекрасно. Я ещё не видела. Она шикарна. Она шикарна. Давайте посмотрим все это. Если не видели первую часть, обязательно посмотрите. Это очень интересный мультик и для взрослых, ну и для подростков. И именно филигранно, знаете, там даже появляются новые эмоции. Например, вот там рисуют, они стыд, и это большая фигура, как слон, потому что как человек, когда испытывает стыд, мы же все просто вот нам вкукожиться в себя. Да. А, например, там эмоции зависти, они даже изображают, как такую маленькую, но глаза вот такие, потому что «Ой, ой, это юбочка такая, ой, это и ножки длиннее, ой, это и то, 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 то». Если мы говорим про тревожный тип личности, а, и, соответственно, если мы говорим про еду, да, шизоиды — это никакая структура, это творчество. Как я чувствую, что вот это вот всё? Ну, может быть, здесь есть сложность, да, что всё-таки это нужно контролировать, вот это вот? Или отдаться интуитивно? Ну, здесь опять, мы можем всему отдаться. Типа, знаете, как сказать, истероид может отдаться тому, что я люблю наготу и так далее, и мы получаем человека, который фрик. Да. У него и сиси вот так, и, я не знаю, и он без трусов ходит, там и того подобное. Да, например. Эпилептоид — мы можем отдаться этой энергии, и это будет деспот, это тиран, жесточаясь. Шизоид — мы отдаёмся этой энергии, и мы в шизофрении. У нас это сущности в виде гномиков. Тревожные, и мы сидим дома, никуда не выходим. Мы можем отдаться, и мы снимаем полномочия, ответственность с себя. Но для меня взрослый человек — это тот, который, осознавая свою структуру, все свои загончики, все свои особенности, прилагает определённые усилия для того, чтобы создать ту жизнь, в которой действительно мне комфортно проживать. У тревожного продукты, которые вот он покупает, тревожному проще всего не есть какую-то, ну я это называю таким единым собирательным образом, чебупели. То есть то, что тревожный, он точно должен... А это органические у вас помидоры, а это вот это у вас. То есть здесь... Ой, узнаю подругу. Вот, вот. Здесь им можно как бы, наоборот, это их карпланш, это их поле. Вот. Позволить себе свою тревожность максимально реализовать вот в этом, да, скрупулёзном выборе продуктов, вот что они выбирают. Класс. Направить в нужное русло как раз может помочь. Абсолютно. Потому что у меня есть, например, подруга, она минут пять разговаривается с Витсантом в ресторане для того, чтобы выяснить все подробности. Молоко там, мало того, что альтернативное, оно ещё с сахаром, без сахара, какого отжима там масса. Список вопросов. Ну, здесь может ли это быть история там тревожности, да, и таким образом это и есть выражение её заботы, то есть она базово дотягивает до этого, да. Может ли быть, не обязательно у вашей подруги, но в целом у человека это уже некая обсессия, то есть навязчивая идея, некая артерексия, да, оно как раз повёрнуто, то есть только на правильных продуктах, тоже может быть. Ничего же в мире нет, это же дихотомия, да, чёрное и белое. Белое, абсолютно. Мир полон, вот как стена, да, которая сейчас за вами, это переливы. И как бы в себе тоже очень важно вот это откалиброваться. А сколько в человеке может присутствовать вот таких? Все, вот их 8, они все могут быть. Они могут быть по-разному развиты, да, и ваше нелюбимое слово проявлены в разных ситуациях, в наших разных ролях, да. Да, да. То есть на работе, в деле мы можем проявляться больше так, в общении. Здесь бы я не сказала, всё-таки я, когда общаюсь с человеком, когда я, собственно, даже выбираю людей к сотворчеству, да, я всегда сверяю их тип личности. В основном такие, следирующие три. И мы даже как бы уже говорим, например, это, ну, например, да, безусловно, мы с вами только встретились, да, я не могу говорить, что я 100% права, но из того, что я за вами наблюдаю, скорее всего, истероидный эмотив с шизоидным включением. Что это значит? Что цель вашего существования, ну, как бы мне так видится, это проэмотивность, потому что вот мы говорили про запахи, да, вот от вас запах доброты. Вы очень добры и тактичны. Это вот проэмотивность, про то, что мне правда важны люди. Я уверена, если мы с вами пойдём в историю, зачем вообще подкасты снимать, и вы скажете, что, ну, мне это важно, чтобы у людей были какие-то базовые знания, ну, мне хочется, чтобы вот, ну, что-то полезное вот я сделала для людей, мне это правда важно. Как вы это делаете, да? Цель достижения, это истероидному, через YouTube. Вы красивая, у вас аксессуары, вы что-то подбираете, вы следите за собой, да, вы дорожите, тем я держу себя в форме, да, все, как бы, всю свою жизнь у меня, как бы, все хорошо. Всегда истероидность, это тоже про такую подачу себя, да, и вы умеете это делать. Компонент этот шизоидности, я это не делаю примитивно, как другие. Я придумаю какой-то смысл, вот такой, да, винтик, который вот это будет очень креативно. И вот она, мануалка к себе. И вот сколько это даёт, понимаете, выдоха, что условно закрыли YouTube, YouTube, все эти социальные на свете отменили. У вас есть мануалка, как мне делать, что мне делать, как мне это делать, с какими включениями. И именно тогда я буду чувствовать себя собой. У меня будет свобода быть собой. И я не буду изменять себя. Никакой тренд, какой бы ни появился новый, он не будет мной руководить. Да, он не расшатает эти основы. Он не расшатает. И через это понимание, через эту мануалку, это вот это вот базовое я живу свою жизнь. Это одна из частей такой социальной что-либо безопасности. Правая или нет, да. То есть не только физическая, такая социальная безопасность. И более гармоничные отношения со своей телесностью, с потребностями, да. Конечно, конечно. Это чувства, это инстинкты. Даже если есть какие-то нормы общественные, они не загоняют тебя в рамки, они просто, ты их приемлешь, потому что это нормально. Изучи правила и играй без свиньи. Кому интересно, у нас есть тест, классный, он абсолютно бесплатный. Я думаю, можно поделиться. Конечно. То есть мы его разработали для людей, потому что есть интерес. Там есть такая небольшая там видеоинструкция, условно, как им пользоваться. Его можно пройти. И, собственно, выдастся вот эта картинка, тоже такую мануалку получить. Тогда, друзья мои, вот под этим видео ссылка в описании. Многие не знают, что это такое. Вот под видео, да, есть сразу описание, и там будет ссылка на этот тест. Можно пройти это все абсолютно бесплатно. Можно будет пройти, очень интересно. Но не забывайте, что сочетание нескольких типов. А там все с сочетаниями выдается, там все продумано. Конечно. Вы уже сказали, кому сложнее худеть, но кто больше склонен вообще к нарушениям пищевого поведения, к полноте, например, к лишнему весу. Или вот правильно вы говорите, что нарушение пищевого поведения, не только, когда есть лишний вес, а когда увлечение есть наоборот, там, условно, ЗОЖ. Я сама приверженец, но просто настолько это понятие теперь какое-то девальвированное, такой жесткий ЗОЖ, так скажем. Это называется артероксия. Это не включено еще в МКБ, но имеет потенцию там быть. То есть это вот эта фанатичность. И там же, понимаете, какая психологическая модель срабатывает. Когда я съела лист салата, я окейная. Да. Когда я съела, я не знаю, что там, бедро куриное, я плохая. И то есть это опять снова, да, про взаимодействие, это точно про разрушенный контакт с собой. И я всегда говорю, что самое главное в похудении, вот, да, на дело не в виде вот постулат, это о том, что краткосрочно похудеть вы реально можете через 100-500 проектов. Вы просто не едите, вы прыгаете, вы бегаете. Мой интерес, долгосрок и расстройство пищевого поведения, и принятие тела, и лишний вес, это нестыкующиеся, необязательно стыкующиеся понятия, потому что человек может быть в прекраснейшей форме, но он не принимает своё тело. Человек может быть в прекраснейшей форме, но у него расстройство пищевого поведения есть. И это сильно влияет на внутренний процесс. Внешне он входит в свою С-очку, в М-очку, а что внутри творится. И с этим всё равно придётся встречаться. Это та самая неприятная правда, с которой приходится встречаться. А как понять, что проблема лишнего веса или расстройства вообще, нездоровых отношений с едой именно в психосоматике, а не, не знаю, в каких-то функциональных нарушениях? Вот как-то человек может сам понять? Её психосоциальная модель. То есть я за то, чтобы человек о себе знал полностью свой состав. Решили заниматься своим телом, своим здоровьем. И условно в Excel-ке создали себе план. Я столько-то килокалорий потребляю, столько-то у меня тренировок, и что-то идёт не так. То есть это тот самый маркёр, когда вы знанием всё понимаете, но так складывается... И даже делаете. И делаете. И делаете. И либо делаете, но оно не работает, либо вы понимаете, что вы почему-то сливаетесь. Какие-то прям то заболело, то что-то энергии нет, то тра-та-та. И мы тогда входим в мои любимые дебри, в наши бессознательные, более глубинные структуры и начинаем понимать. А под меня посеньки или шапка. Если я человек условно с какой-нибудь гипертимной структурой, когда мне про тусовки, про лёгкость, а я себе должно быть тяжело, простроила путь, взяла себе тренера, который бобо-бобо-бобо, ты должна тра-та-та-та-та, а для меня это внутри гигантское напряжение. Мой кортизол всегда высокий. Гормон стресс-кортизол, он с собой всегда поднимает гормон голода грелин. То есть я всегда буду автоматически рахотетить. Вот этот аппетит, именно не голод, голод же это физиология, я в желудке чувствую, а аппетит — это психология. Я всегда буду чувствовать именно чувство голода. У меня будет прям сосать под ложечкой. А всё почему? Потому что у меня кортизол высоко. А почему оно? Потому что я не в себе. Я общими какими-то структурами действую, но я изучаю правила, по своим не играю, чужие выбираю. Очень важна вот эта вещь, которую про аутентичность мы проговорили. И мне тоже хочется здесь дать несколько спокойствия людям, что это в целом внутренний, перманентный конфликт любого человека, стремление между привязанностью, быть сопричастным кому-то, чему-то большему, и аутентичностью. Это вот постоянное, то есть это то, что мы начинаем с детства проживать, и в целом нам наша такая молодость, зрелость как раз даётся создать золотую середину. Потому что когда мы дети, для нас всегда про выживание будет история сопричастности. Нравится маме, папе, ну, чтобы соответствовать, вообще выжить, ну, вот эту конструкцию. Аутентичность, она как бы, знаете, ну, где-то там потом. И потом мы растём, мы становимся подростками, у нас просыпается вот этот наш внутренний бунтарь, который показывает всем факи и говорит родителям, что вы неправильно живёте. Почему? Потому что это крайность вот этой аутентичности. Она часто настолько сильно задавлена, что когда оттружинивые, да, с помощью гормонов, так далее. Компенсируется так. Да, 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 случается вот этот отлёт. И потом вот этот период такой, ну, ранней молодости, зрелости, да, здесь уже зависит, да, насколько человек духовно, интеллектуально заинтересован в своём развитии. Мы как раз приходим к вот этой золотой середине, что я оставляю вот эти цепочки привязанности, да, к своей семье, да, какие-то. Но вот и моё ядро аутентичности, я такой. И через это я могу выстроить привязанность конструктивную. То есть когда, не знаю, условно подружкам, вот как я подружкам говорила, что извините, но моя эмоциональная холодность, я поняла, это мой, оказывается, ресурс. Я её так сейчас люблю. Вот, поэтому я на наши тусовки я буду пропускать. Не потому что я вас не люблю, потому что мне так хорошо. И они такие, да, вообще не вопрос, да, всё нормально. И наступает, да, держится привязанность, но она через собственную аутентичность происходит. И вот это тоже, что я вижу, люди могут получить вот через ту самую типологию. Это очень интересно всегда с типологией, особенно с такой, ну, непростой на раз, два, три, а всё-таки она более сложная и глубокая. Потому что, когда мы владеем этим, мы можем не только себя понимать, мы можем других понимать без ущерба для отношений. Да. И не приписывать это, ценить эту, может быть, несхожесть, понимать вот эти вот все нюансы. Это, как, знаете, психологическая травма. Из неё можно сделать проблему всей жизни, и она будет, как такой рыбовладелец над тобой давлеть, а можно перевернуть свой ресурс. Почему эта проблема со мной случилась? Что мне это дало? И вот то же самое, да, с собой. Мы можем в себе понимать, как неудобно мне в этом типе, ну, так сложилось. И вот когда мы учимся его перевёртывать, да, в свой ресурс, распаковывается, не знаю, настолько интересный, классный, событийный ряд, что ты действительно понимаешь важные вещи. Даже с точки зрения, вот мы начали процесс, да, телесность и так далее. Ведь, смотрите, человек понимает, вот он там прошёл тест, да, и понимает себя, что да, во мне много этой истероидности. И это же всё, да, вот начинает распаковываться история, что мне нужно условно любоваться собственной наготой, делать нюшные фотосессии, что это будет про ресурс, про красиво накрывать на стул, что это вот всё вилочка. Красивое бельё, да? Красивое, конечно. Конечно, своему партнёру красивые отношения. Вот для кого-то важна какая-то брутальность отношений, естественность и, ну, тоже аутентичность такая. А для кого-то эстетика отношений важна очень. Да, да, для кого-то, опять-таки, эмотив — это всегда нежность, да. То есть эмотивную женщину, когда брутальный мужчина, не знаю, во время ласки и любви, условно, не знаю, в экстазе шлёпнет, она как бы рукой прикладства, понимаете? А истероида шлёпнет, она такая, ну-ка ещё, да, ой, мне это нравится. Шалун. Ну, то есть вот это всё, да, мануалка. Или опять шизоид, который, да, смотрит, и вот сексологи, например, там учат так, секс должен быть у вас, там, я не знаю, три раза в неделю, ну или какие стандарты там есть. А ему это не подходит, потому что ему, условно, здесь он месяц своей идеи варится, ему вообще не надо, а потом ему нужно каждый день, потому что вот, ну, произошло вот что-то такое. Или идейный человек, опять-таки, как бы ему не подходит, да, то есть даже когда, там, гинекологи, да, когда идёт планирование, они говорят, так, у вас должен быть, значит, половой акт, там, через день, тра-та-та, ну, скажи ты, это идейный женщине. Ну, она повеет, ну, то есть она, ну, как, она в график всё будет вписать, если у неё по-другому не получится. А другой скажет, что по графику вообще это самое последнее дело, а ей как раз он... А эпилептоиду по графику идеальный вариант, да. То есть это тоже такие вот клиентские, опять, топы различных банков, например, компаний. Да, у нас в четверг, в 19.00, в Индополож, ничего не знаю. То есть всё, у нас в четверг, в 19.00, забукировано время. Взрослый человек, он, конечно, сложнее любых каких-то штампов. Да. Да, и... И это золото, это, знаете, есть такая, ну, условная боль, а может, и не боль. Чем у человека ниже уровень интеллекта, тем лучше ему заходят конкретные циферки и правила. Четыре способа воспитать идеального ребёнка, шесть способов, как можно выстроить отношения. То, на чём стоит маркетинг, в том числе инфопродуктов. А почему он так стоит, вспоминаем, да? Восемство на 20. 80 процентов, да, им это заходит. Ой, ребята, давайте будем в 20 процентах. Это же совсем другая жизнь. Вообще во всех смыслах, в любом возрасте абсолютно. Сама вот эта мысль в целом быть чуть более к себе добрее. Да, не за обложкой, не за тем, что вот у меня прям идеальная попа без этой целлюлитинки, а к истории того, что мне внутри моего дома, моего храма, мне, ну, мне тут хорошо. У меня, может быть, не идеальный храм. И я очень, как бы, не знаю, я даже в своей жизни я поняла, насколько сильно я люблю идеальные, неидеальные тела. И в какой-то мере, когда я вижу идеальные тела, которые приняты, они не цепляют мой взгляд. У меня нет никакого чувства ни отвращения, ничего такого, но они не цепляют мой взгляд. Это, знаете, вот как ваза. Вот есть ваза, такая классическая, не знаю, антикеевская ваза. Она летая, она вписывается в любой интерьер. Её как бы всё... Она называется ни о чём. Да, но она, типа, вписывается везде, она ко всему адаптивна. А есть ваза, она где-то побита, у неё какой-то скол, тут что-то другое прилепленное. Боже, я обожаю, да, вот. Есть определённые там бренды, вот у неё есть посуда там в Солете, вот они специально делают, знаете, да, тарелки как раз... Да, я обожаю. Такая аутентичность в этом есть. Да, мне кажется, в этом же целая история, такая красота. И наши тела рассказывают эти истории во всех наших шрамиках, растяжечках, я не знаю, неидеальностях и тому подобное. Мне кажется, вот сегодня, и, может быть, даже дальше будет, мне кажется, как раз мир делится, и люди будут делиться вот в эти вот направления, может быть, разница между ними будет более очевидна. Люди, которые могут идти за общими формулами, как недавно я услышала такую фразу, что мы живём в самое глупое время, потому что мы живём во время алгоритмов, когда мы не можем шагу шагнуть, без того, чтобы нам намигатор не сказал, за какой угол, значит, завернуть, да. И люди, которые будут идти всё-таки получать все возможности современных, и технологий, и знаний, и открытости этих знаний, и скорости изменений, но они будут перерабатывать через себя, через свой интеллект, эмоциональный, ментальный, когнитивный, и выбирать вот эту вот аутентичность, эту индивидуальность. Но никто закон Паретта не отменял, да, большинство и меньшинство делятся на пропорции 80 на 20, и меньшинство всегда будет в меньшинстве, так скажем. И даже когда ты в меньшинстве, ты можешь себя окружить этим меньшинством, да, осознавая своё положение, потому что тоже часто люди высказывают, да, такую боль, что «а с кем общаться?» А все перестали быть настоящими, все люди мыслят, ну, клишировано, говорят какими-то, в общем, шаблонами, неинтересные, какие примитивные, плоские, а с кем мне общаться? Выходи на следующий виток. Люди есть везде, нет этой безлюдности, да, просто человек развивается, он уходит, да, как спиральный динамик, тоже есть такая штука, с одного уровня на другой, поэтому всегда есть люди, главное задаться целью их найти, для того, чтобы тебе было жить комфортно. Очень хороший этот принцип, он мне очень близок, мыслить из состояния достаточности. Да, да. Нет недостатка, чего-то тебе не хватает, в окружении, или что-то там, какие-то проблемы, а из достаточности, а где? Если где-то пусто, где-то полно, он должен оказаться там, где полно, и понять, что тебе надо, и мир открыт, таких возможностей, как сейчас у человека не было. Ты можешь выбрать всё. Про духовность, вот, да, мы с вами договорили, последнее скажу, я извиняюсь, я, видимо, правда, мастер длинного слова. Сейчас вот очень популярны, да, всякие айвазки, например, поехать, что-то такое. Я крайне негативно к этому отношусь. Почему? Потому что есть история истинного духовного пути, когда ты встречаешься с проблемой, ты её перевариваешь, ты с ней живёшь, да, и ты разрешаешь, ты приходишь к какому-то выводу, ты погружаешься в учителей, в литературу, и ты приходишь, это путь. Айвазки, вот эти запрещённые вещества, ты хлопнул рюмочку кактуса, тебя проглючило, сакральная геометрия на тебя свалилась, ты понял вообще всё бытиё, и типа одухотворился. Сексом. Ты не вкладываешься в отношения, ты, извиняюсь, включил порно, передёрнул. Всё, это иллюзия, ты получил вот эту разрядку, и всё. С голодом, опять-таки, ты не в контакте со своим телом, ты не в контакте с самим чувством голода. Ты в себя погрузил, эмоцию заел, недосып, естественно, там ты свой заел, подавление других инстинктов ты заел, ты не вкладываешься, потому что это просто. Но везде приходит час расплаты. И любое вот такое проявление человеческое, это всё про духовный опыт. Как я с вами согласна, что ничто другое не является духовным опытом, развитием, как встреча и прохождение через кризис со своим собственным интеллектом, душой и телом. Абсолютно верно, абсолютно верно. Ну, уйма интереснейшей важной информации. Спасибо. Друзья мои, тест, по которому вы можете себя определить, и даже сочетание, повторюсь, в описании к этому выпуску. Спасибо огромное, Наташа, за этот разговор. Спасибо большое вам. Яна. Было очень полезно, интересно и как-то с огоньком. Друзья мои, делитесь, пожалуйста, в ваших комментариях, подписывайтесь на телеграм-канал Наташи, на мой телеграм-канал. И, конечно, очень много сейчас прозвучало такой пищи для размышления. Поэтому ждём ваш отклик и берегите себя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова